Биткоин может снова пойти вниз из-за китайских событий, почему обсуждаем в сегодняшнем выпуске. Также раскрываем подводные камни крипторубля, официальные криптовалюты России и как объединили усилия латвийские и кибрские регуляторы. Не переключайтесь. Недавно Китай уже тормозил рост биткоина и на этой неделе может произойти то же самое. Поэтому в ближайшие дни трейдерам следует особенно внимательно следить за новостями из Пекина, где высшие представители власти собираются в рамках 19-го национального съезда Компартии. Именно сейчас и будет утверждаться новая стратегия и будет избрано новое руководство страны на ближайшую пятилетку. Но почему же именно трейдерам нужно следить за ходом Конгресса? Потому что его исход может оказать решающее влияние на поведение криптовалюты. Любые изменения в политике Пекина могут спровоцировать резкие колебания на рынке крипто. Тем более, что такое происходило, когда Пекин запретил первичное размещение монетой СЕО и торговлю биткоином, обвалив валюту до почти 2000 долларов. Как сообщают многие СМИ, Россия готовится к запуску собственной официальной цифровой валюты крипторубля. Хоть номинально такой шаг подтверждает открытость России для новейших технологий блокчейн, фактически же крипторубль вряд ли будет похож на по-настоящему децентрализованные виртуальные валюты. Как сообщил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, данное постановление правительства уже принято и теперь следует как можно быстрее приступить к его реализации. Пока о будущем крипторубле известно очень немного, но уже сообщается, что его нельзя будет майнить. Он будет имитироваться и контролироваться государством. И вот это как раз и идет в разрез с одним из главных принципов, лежащих в основе таких децентрализованных и свободных от государственного управления цифровых валют, как биткоин. Никифоров также сообщил, что при продаже планируется взимать налог в размере 13%, а власти потребуют предъявления документов, объясняющих происхождение крипторублей у их владельца при конвертации в традиционные российские рубли, что мотивируется борьбой с отмыванием денег. При этом данный шаг никак не означает легализация остальных криптовалют. В основу крипторубля будет положен уникальный российский криптографический протокол. Кипская комиссия по ценным бумагам и биржам Сайсек направила кипрским инвестиционным фирмам СИФ послание, где изложила некоторые положения латвийского законодательства. Документ гласит, что комиссия по финансам и капиталу Латвии разрешает вести деятельность в своей юрисдикции только тем компаниям, которые имеют представительство в стране. СИФ должны обязательно уведомить регулятора Латвии о наличии таковых. Еще один законный способ, предлагаемый регулятором для получения СИФ разрешения на предоставление услуг в Латвии – использование местных связанных агентов. В рамках новой регулятивной базы связанные агенты получают право являться держательными средств клиентов, и каждый агент сможет вступать в партнерство только с одним брокером. Любые маркетинговые материалы, используемые связанными агентами, подлежат проверке, и компания обязана убедиться в том, что агенты не проводят незаконные маркетинговые стратегии. Сайс Экс, в свою очередь, рекомендует СИФ проконсультироваться с юридическими представителями по вопросу предоставления своих услуг в Латвии. И на сегодня это были все новости индустрии Форекса. Благодарим за сотрудничество редакции Forex Magnet. До встречи завтра. Субтитры сделал DimaTorzok